МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полиция ФРГ подозревает более 170 тысяч мигрантов в совершении криминальных преступлений. Это почти на 53% больше, чем в 2015 году. Новейшие данные полицейской криминальной статистики, подготовленные Федеральным ведомством по уголовным делам, опубликовало издание Девельт. Так, в 2016 году количество мигрантов, которые могли совершить криминальные деяния, увеличилось по сравнению с 2015 годом на 52,7%. На подозрении у полиции находится 174 тысячи 438 человек. Это более четверти от общего числа подозреваемых иностранцев. Чаще всего мигрантов подозревают в карманных и квартирных кражах, нанесении телесных повреждений, в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Полицейская статистика учитывает всех мигрантов, кроме тех, кто получил убежище в Германии. Германия должна решить проблемы Европейского Союза. Так считает председатель Комитета Бундестага по внешней политике, член ЦДУ Норберт Рёдген. По мнению политика, в данный момент ЕС сталкивается с тремя основными вызовами. Это экономическая политика, вопросы беженцев и отношения с Россией. Каждый из этих вопросов непосредственно затрагивает Германию. Так что ФРГ следует оставить роль участника с хорошими аргументами и стать тем, кто предлагает компромиссы и решает проблемы Европы, заявил Норберт Рёдген в интервью изданию Deutschlandfunk. По словам члена Бундестага, Германия должна взять на себя ответственность за Европу. Особенно сейчас, когда Евросоюз находится на краю бездны, в которую он может упасть после президентских выборов во Франции, подчеркнул Рёдген. Если выборы во Франции пойдут не так, европейцы окажутся в мертвой точке европейской интеграции, сказал германский политик. Бывший министр финансов Германии Пьер Штайнбрюк стал комиком. Билеты на его премьерное шоу в Берлине, Кёльне, Гамбурге уже полностью раскуплены. Аншлаг не случайен. Бывший лидер социал-демократов и соперник Ангела Меркель на выборах 2013 года Пьер Штайнбрюк известен своими остроумными высказываниями и поступками. Например, в 2007 году Штайнбрюк с семьёй демонстративно поехал отдыхать в Намибию, вместо того, чтобы отправиться в Вашингтон на встречу министра финансов Большой Семёрки. Во время предвыборной кампании 2013-го Пьер Штайнбрюк жаловался, что зарплата министра финансов Германии – 250 тысяч евро в год – слишком маленькая. Даже директора региональных сберегательных банков, говорил он, получают больше. В феврале того же года Штайнбрюк прокомментировал итоги выборов в Италии самым недипломатичным образом, заявив, что победили два клоуна. Он имел в виду бывшего премьер-министра Италии Сильвию Берлускони и политика-популиста и действительно профессионального комика Бепе Грило. В знак протеста президент Италии Джорджи Наполитано отменил запланированный официальный обед со Штайнбрюком. Позже Пьер Штайнбрюк уточнил, что назвал Берлускони накачанным тестостероном-клоуном, а на выборах в Италии, по его мнению, победу одержали два популиста. Теперь бывший министр финансов РГ стал комиком уже официально. Штайнбрюк объединился с профессиональным комиком Флорианом Шредером. Вместе они отправятся в турне по Германии с сатирическим стендап-шоу. Словацкая фирма Аэромобил показала на шоу суперкаров Монако свой новейший вариант летающего автомобиля и начала принимать предварительные заказы на него. Один из основателей компании, Юрай Вацулик, заявил, что этот день преобразит будущее путешествий по земле и по воздуху. Глава технологического департамента Аэромобил Дуглас Макэндрю назвал аппарат триумфом инженерной и конструкторской мысли. Прототип летающего автомобиля был показан в 2014 году. Нынешняя версия готова к выходу на рынок, считают ее создатели. Поставки заказчикам первой партии в 500 экземпляров начнутся по плану в 2020 году по цене от 1 миллиона 300 тысяч долларов. По земле машина будет разгоняться до 160 километров в час, в воздухе до 360. Запас хода по дороге около 700 километров, дальность полета 750. В комплект поставки входит парашют для экстренного катапультирования и несколько подушек безопасности. Для управления этим транспортным средством потребуется водительское удостоверение и лицензия пилота. Машина не обладает способностью вертикально взлетать и садиться. Для этих маневров ей понадобится либо взлетно-посадочная полоса аэродрома, либо ровный участок дороги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова